693 миллиарда рублей. Бюджет Московской области на 2020 год. В его основу положено 19 государственных программ. Первостепенные статьи, они же самые объемные, образование, здравоохранение, 148 и 130 миллиардов рублей соответственно. О плановом бюджете на 2020 и последующие два года на пресс-конференции рассказал член фракции «Единой России» в региональном парламенте Владимир Шапкин. Третье – по объему расходов направления, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Для Щелкова это продолжение строительства восточно-объездной дороги и реконструкция существующих. Мост мы ввели как первый элемент обхода восточного, так называемого. Следующие коллеги из Совета депутатов рассмотрят вопрос о выделении порядки софинансирования денежных средств для того, чтобы нам сделать проект. Дальше – дороги с выходом на Фриановское шоссе. И в этом случае из Дорожного фонда нам правительство утвердит ту сумму, которая необходима. 35 миллиардов рублей предусмотрено на проведение мероприятий по экологии окружающей среде. В Подмосковье продолжается реформа по обращению с коммунальными отходами. На днях закрылся 26-й полигон. На шести проводится рекультивация. Появились первые три современных комплекса глубокой сортировки отходов. Всего их будет 12. Чтобы не возить мусор из одного города в другой, в каждом муниципалитете построят свои станции для первичной сортировки ТБО. Будет своя станция и в Щелкове, на месте бывшего сортировочного комплекса по улице Заречной. Буквально вчера мы проводили с Союзом промышленников и предпринимателей круглый стол. И оператор Харти, его представители как раз подтвердили, что сейчас уже закупается оборудование для глубокой реконструкции этого сортировочного пункта. Сегодня есть технологии, которые позволяют это производство сделать совершенно экологически чистым и безвредным. И практика уже в Московской области есть. К экологическим мероприятиям, финансируемым в ближайшие годы из областного бюджета, относится и модернизация межрайонных очистных сооружений. Программа эта принята. В течение трех-четырех лет нам выделяется порядка 14 миллиардов рублей для реконструкции щелковских очистных сооружений. Только после этого мы все-таки планируем, что попадем в программу следующим этапом, попадем в программу федеральную, это очистка реки Клязьма. 75 миллиардов рублей или четвертая по объему строчка расходов составляют затраты на социальную сферу, в частности на ликвидацию второй смены в школах и реконструкцию детских садов. Сейчас идет строительство двух школ, каждая емкостью по 1100 мест. У нас всего 9 школ по этой программе. В здравоохранении, помимо закупки тяжелого оборудования для больниц, поликлиника и ремонта отделений, в 2020 году заложены средства на привлечение в отрасль узких специалистов. Сегодня дополнительно выделены денежные средства на то, чтобы привлечь врачей-специалистов и не только выделение служебного жилья, но и оплата за наем жилья специалистами. Строительство ФАПов там, где удаленно требуется для людей первичная медицинская помощь. В бюджете 2020 предусмотрено софинансирование муниципалитетом расходов на благоустройство дворов, ремонт подъездов и строительство линий уличного освещения, создание удобных парковок. Конкретные адреса с учетом возможности бюджета округа предстоит согласовать Совету депутатов.